Если х равно ну, я думаю, ни у кого не вызывает сомнений в целом порядке, потому что получается равенство и боль равна. Дальше мы здесь, смотрите, слева стоит кусочек постоянной функции. Что такое жертв? В нуле она равна нулю. График. График. В нуле она равна нулю. Дальше она равна нулю до тех пор, пока она не встречает первое шло из-за штуки. И после того, как она встретила первое число из-за штуки, она чему равна? Единица. Единица. До тех пор, пока она не встретила второе число из-за штуки. Я не могу так сразу написать. Я ему напишу РП2. В нем она случается двойка. Если РП2, то РП2 это не функция Милковского, что мы можем сразу сказать, чему равно значение нашей функции G с точки РП2. Это очень странно. Но вот если яркая функция равняется какому-то низкративной, кроме А на В, то... Ну, я не могу сказать прямо на консистенте ОП2 очень равного значения у меня и сразу, но я могу сказать, что скачок G на X в точке А на В равен чему? Единица. Ну, потому что если мы здесь вот имеем точку А на В, то как раз мы, переходя через эту точку, мы сосчитали еще одно число из ряда ФРЭ. Теперь я понял, как ведет себя левая часть. В элементе ряда ФРЭА А на В она делает скачок. А на В нулевом элементе равна 0. Вот так равно 0. А в каждом элементе ряда ФРЭА она делает скачок на единичку. Давайте правую часть я добавлю за G1 от X. Значит, давайте я про G1 от X тоже сделаю утверждение, что G1 от 0 равно 0. Ну, мы разобрали, что множество 0, да? А скачки G1 от X как множество. Это в точности FQ и в А на В принадлежащее FQ G1 от X имеет скачок равный единице. Вот сейчас я это утверждение сформулировал. Если я его сейчас докажу, то я докажу вот эту левую. левую часть подскопили до единицы и правую часть подскопили до единицы. Правильно, сформулировал. То есть то, что мне надо сделать сейчас, это доказать мне, это доказать, что это вот правая часть обладает этим свойством. Это кусочек, постоянная функция, в которой скачки в точке в числах А в линии до В произведения и каждый скачок равный единице. Сокольullo. Сокольор. Соколь